Встреча с Хараджигач Встреча с Хараджигач Встреча с Хараджигач Встреча с Хараджигач Тем временем местные власти совместно с правоохранительными органами и уполномоченными органами в серии контроля по земельному и водному надзору приступили к работе по сносу находящихся на этих землях строений. Встреча с Хараджигач Встреча с Хараджигач Встреча с Хараджигач В целом комиссия работает хорошо. В Соколукском районе много земель, которые должны попасть под трансформацию. Мы видим, как они работают на местах, проводят подворовой обход, объясняют ситуацию. Но проблема в том, что в состав комиссии входят мало человек и они не успевают. Думаю, нужно увеличить их состав и процесс пойдет гораздо быстрее. Например, они идут в чей-то дом ради одного дела. В итоге на местах выходит еще множество новых проблем. Сейталы Мураталиев уже пять лет живет в жилмассиве Ахордо-3. С тех пор, как был подписан закон о земельной амнистии, он не может получить свою красную книгу, несмотря на то, что у него на руках есть все необходимые документы. Его отправляли по разным инстанциям и, в конце концов, его имя даже не включили в список. У меня на руках есть зеленая книга. При покупке дома в госрегистре мне сказали, что на основании этого документа мне выдадут красную. Я живу тут уже пятый год и до сих пор мои документы еще даже не внесли в список. В администрации Сокулука говорят, что документы передали в архитектуру. Там говорят, что документы еще не пришли. Я уже 3-4 месяца без конца бегаю туда, а ответ один и тот же. Кроме проблем с документами, жители жилмассива Ахордо-3 волнует еще один вопрос. В их местности из 9 улиц на сегодня открыто для проезда всего 2. Проблема кроется в хаотичной распродаже земель. Например, этот участок расположен в начале дороги, которая соединяет их улицу с центральной. Из-за того, что кто-то продал участок земли общего пользования, жители не могут получить документы на свои дома и не могут проложить дорогу. Наша проблема в том, что нам в скором времени придется шагать 600 метров, чтобы элементарно сесть в маршрутку, так как участок, где должна продвигать дорога, проданный в скором времени человек, купивший его, намерен оградить дорогу забором. Мы обращались к нему с просьбой оставить хоть 3 метра для нас, но он отказывается. Мы даже предлагали выплатить ему компенсацию. Ответ также был отрицательным. Мы не раз писали заявление в архитектуру. Они говорят, что не могут ничем помочь. Ахимиад говорит то же самое. И кто в итоге решит нашу проблему, неизвестно. Такая же проблема и у насипы Айтмырзаевой. Только в отличие от других, кто только залил фундамент, она уже построила здесь дом и проживает около 8 лет. При покупке участка ей обещали, что ее дом будет находиться в тупиковой зоне. Но на деле все оказалось иначе. Сейчас все мои соседи сдали свои документы. А мои даже не приняли, потому что наш дом находится на красной линии. Я живу здесь с двумя детьми. Дом мы построили с трудом. Не знаю, что дальше делать и к кому обращаться. Недавно назначенный Аким Соколусского района начинает свой рабочий день с приема местных жителей. И так до самого вечера. По его словам, многолетнюю проблему невозможно решить сразу. Все должно быть тщательно изучено комиссией. И права граждан не должны быть нарушены. И двух недель не прошло, как я вступил в должность. За это время мы передали 5800 дел в суд, которые находились в аресте. Кроме того, мы взяли из госрегистра документы на 16 гектаров земли. Сейчас комиссия работает над ними. Хотелось бы добавить, что комиссия работает активно и без выходных. Как решится вопрос с положением, мы сразу же массово начнем выдавать людям документы. В положении сейчас есть кое-какие нестыковки. Сейчас рассматривается такой вопрос, чтобы дела одних жителей не нарушали прав других. Как только этот вопрос будет устранен, мы быстрыми темпами начнем выдачу документов. Тем временем, в Исахатинском районе, где есть такая же проблема, на следующей неделе 500 красных книг будут переданы их владельцам. И проблема, которая уже много лет беспокоила жителей, в ближайшее время будет решена. На данном этапе домовладельцы пришли подписывать договор на получение красной книги. В 2014-м мы приобрели участок 400-ки в жилмассиве Рухи и Мурас 2. Мы знали, что у нас на руках не будет документов. Но на свой страх и риск построили там дом. И все эти 10 лет мы переживали, что его могут снести и оставить нас без крыши над головой. Но как только глава государства объявил земельную амнистию, мы подали заявление и в течение полутора месяцев нам сделали разрешительные документы на дом. Мы на протяжении 10 лет ждали этого дня и вот наконец-то он настал. Сегодня для нас счастливый день. Столько лет мы не могли узаконить свой дом, столько нервов потратили, даже сожалела, что купила этот участок. Но теперь все это позади. Группа архитекторов из Хатинского района за три месяца подготовила схему строительства этих жилых домов. На оформление земельных участков поступило 125 заявлений. Все они были удовлетворены. Подготовленные красные книги будут переданы их владельцам 31 марта. После того, как нам дали поручение, мы в течение недели сделали 644 плана земельных участков. Наши архитекторы проделали большую работу. Остальные участки мы закончим в апреле и в мае. Здесь в общем 300 гектаров земель, из них мы планируем узаконить 200. Кроме того, у нас еще есть и другие местности. В общем, у нас 19-я люк мэтую, из 14-ти поступили заявления. По всей республике не должно быть проблем с проведением земельной амнистии. Если людям будут создавать искусственные барьеры, то мы пойдем на самые жесткие меры. Так как проведение амнистии, поручение президента и этот вопрос находится под его личным контролем. Тем временем, не за отмены 27-го пункта постановления Кабмина о проведении земельной амнистии, сейчас продолжается работа по приведению документов в соответствии с другими законами. Председатель Кабинета Министров Ахлбек Джапаров взял этот вопрос под свой контроль и была создана межведомственная рабочая группа. После объявления земельной амнистии усилилась работа по уточнению незаконно захваченных участков. В прошлом году в Соколубском и Аламединских районах возбуждено около тысячи дел о захвате земель и земельных махинациях.